Обильные снегопады и наступившая отепель сделали крыши зданий по-настоящему опасными, чтобы не дождаться трагедии. Сотрудники муниципальной инспекции и управления жилищной политики советуют управляющим компаниям и собственникам торговых центров высотных объектов позаботиться о безопасности заранее. К примеру, сегодня коммунальщики убирали ледяные глыбы, которые еще вчера нависали над пешеходными тротуарами на улице Московской. Сосульки и наледи на крышах – привычное явление для жителей всего Центрального федерального округа. На днях в Москве снежная глыба едва не обрушилась на голову подростка. Кроме того, от большой массы скопившегося снега может случиться проседание кровельных конструкций домов, строений промышленного назначения, торговых павильонов, объектов социальной инфраструктуры. В Мурме работы по очистке крыш ведутся ежедневно и организуются коммунальными службами в соответствии с требованиями техники безопасности. Внизу в местах сброса снега устанавливаются ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение. Снег, сброшенный с крыш, вывозится за пределы города. Ответственными лицами за удаление снежных массивов, наледи с кровель многоквартирных домов является организация, осуществляющая управление такими домами. То есть это либо управующая организация, либо ТСН, ТСЖ, ЖСК. Если это частные домовладения, соответственно, их собственники данных домовладений ответственны за данные виды работ. Если это нежилые здания и строения, соответственно, собственники данных нежилых зданий и строений также обязаны проводить подобные работы. За непринятие мер к удалению подобных снежных массивов предусмотрена административная ответственность. На физических лиц составляет от 800 рублей до 4000 рублей, на должностных лиц от 3000 до 10000 рублей, на юридических от 10 до 50000 рублей. За прошлую неделю в отношении должностных юридических лиц, нами в частности, было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. Несмотря на все прилагаемые усилия, жителям города и самим нужно соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. При выходе из здания следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их схода. Кроме того, необходимо проинструктировать на этот счет детей и подростков.